Установившейся солнечной погоде радуются далеко не все. Отсутствие дождей настораживает аграриев и дачников, ведь увеличивается опасность засухи. Тревожится спасатель. Растет пожароопасность в лесах. В минувшие выходные, например, лесной пожар перекрыл одну из главных магистралей страны дорогу на Пярну. Работы по тушению проходили прямо рядом с проезжей частью. Машины пустили в объезд. Как себя вести сейчас на природе? Об этом наш разговор с сегодняшним гостем. Это Юрий Маринец, инспектор Бюро по надзору за безопасностью спасательного департамента. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Начнем с нерадостной статистики. 500 раз именно столько выезжали спасатели с марта по нынешний период на тушение различных пожаров, которые, к сожалению, возникли из-за людской оплошности, можно так сказать. Дело в том, что это они выезжали на сами пожары, а сколько сотен раз выезжали по вызову соседа, что у соседа, например, неправильно костер разложен, там в бочке он не делает или там огнетушителя нет. На такие жалобы они фиксируются как выезд, но в статистику могут не попасть. Так что там выездов больше было. Теплая погода, отличный период для садоводства. Можно отправиться на дачу, привезти в порядок участок. И вроде бы логично, что мусор, старые листья можно сжечь. Самое главное, чтобы не сжечь химию. Ладно, вы там какие-то ветки будете сжечь, а трава или там остатки от прошлогодней рассады помидоров. Они такую химическую атаку дают. И люди туда, там пакетики какие-нибудь, канистрочки. Нет, это химическая атака из загрязнения окружающей среды. И это очень чревато большими штрафами, кстати. Надо в тысячный раз посмотреть страничку нашего департамента, рейски.е. Там на эстонском, на русском языке, на все написано. Сколько метров. Какая скорость ветра там должна быть. И соседей не трави. Это все. Почитайте. Огнетушитель положили. Раскатайте этот садовый шланг, чтобы рядом был. Потому что пожарные приедут. Если чего-то не будет, будет штраф. 40 евро. А если дело передадут для расследования, например, мне, то я могу и до 3200 евро штрафовать. Почему бы не отправиться в лес на гриль? И здесь ведь тоже есть очень много опасных моментов. Посмотрите карту, например, rmk.e. Там все написано, где какие места есть. Специальные там основания для сжигания гриля. Дрова, топор, нож, все лежит. Там на штромке специальные места. Вне отведенных этих мест категорически запрещено. Лес. Вы там оставите бесплатно. Уголек упал. Лес загорелся. 10 гектаров сгорело. Горит, например, торфянник сейчас сегодня. Можете почитать в новостях. Горит уже несколько десятков гектаров. Из-за того, что кто-то забыл потушить костер на природе. 100 вызовов ими только в мае было у спасателей именно из-за возгорания гриля, мусора, сухой травы. То есть, опять-таки, человеческая оплошность. Ну, Хаберти сгорел дом из-за гриля месяц назад. Оставили, забыли, загорелось. Приехали, потушили. Все плачут. Дома нет. Из-за того, что гриль или хутор сгорел, тоже зажгли. Типа, считается, что если вы сожгете прошлогоднюю траву, то тогда она там лучше будет потом в этом году расти новые посадки. Нет. Вы убьете животных, маленьких птичек, маленьких там всяких бурундучков, и еще и хутор сгорит соседский. Не надо такого делать. Никогда. Впереди главный праздник лета – Иванова ночь. Там ведь наверняка тоже есть какие-то рекомендации от спасателей, чтобы все были осторожными и после не добавить спасателям работы. Там есть два варианта, что если там общественный доступ, то тогда организаторы этого костра должны подавать специальное заявление. И тогда инспектор смотрит, выставляет условия и может приехать на место все это проверить. А если делаете у себя на даче, ну опять же, 8 метров, огнетушитель, садовый шланг, ну хотя бы один смотрящий был. Он трезвый, он смотрит, он спасает, кто-то прыгает в костер, он убирает, оказывает. И потом было такое, что можно свой костер зарегистрировать. Обязательно почитайте. Дано в этом году разрешение штрафовать за нарушение правил пожарной безопасности. Спасибо вам большое. Будем осторожны, будем со всем считаться. Тем временем в шести уездах, в том числе и в Харьума, где расположен Таллинн, введен желтый уровень пожароопасности. Любопытно, что европейские специалисты предполагают, что более 60% возгораний бывают связаны не с жарой, а с поведением человека в природе. Так что прислушаемся к советам и предостережениям, которые дал наш гость, инспектор бюро по надзору за безопасностью спасательного департамента Юрий Маринец. А мы переходим к другим темам.